Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем на роде НРП, центральный округ, мой ник здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить мой ник при регистрации, если вы введёте мой ник и прокачать с третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня снова видео, как вы знаете, в предыдущей серии я купил себе новый домик с огородом и с гаражом, и в этой серии, как бы, я с ним ничего делать не буду, он у меня пока что не слетел, большое спасибо вам за то, что вы набрали 50 лайков, давайте постараемся на этой серии набрать также 50 лайков, сегодня будет такая, знаете, интересная серичка, я давно не был на Дерби, и хочу туда сесть, посмотреть, вообще там есть люди или нету, если там будут люди, то можно будет с ними поиграть. Кто не знает, что такое Дерби, я сейчас приеду вам и объясню, в принципе, гараж я вам в предыдущем видео не показал, но, в принципе, он такой вот обычный, простенький, на три места, поэтому здесь поместился у меня крузак, поместился мустанки, мотоцикл. Пацаны, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько можно продать вот этот мотоцикл, потому что, ну, по сути, мне он не нужен, впереди зима, поэтому я хочу его продать. Кто играет на странном округе, напишите, пожалуйста, какая ему цена, чтобы я не лоханулся при продаже. Блин, пацаны, как классно, что я купил этот дом, потому что он реально классный, извиняюсь за то, что я много про него говорю, но я реально очень доволен этой покупкой. Кто не смотрел предыдущую серию, советую всем посмотреть, как я его покупал. Блин, пацаны, вот на родине, реально админы красавчики, вот забавили чувака на три дня за то, что он упомянул родных. Вот это реально очень круто, потому что на новых проектах этого не хватает, потому что какой-то обосланный школик оскорбляет твоих родителей и ему за это ничего не делают. Ну, максимум, что могут сделать, это дать мут на час, а здесь за это банят на три дня, пацаны. Я считаю, это очень круто, поэтому админам родины, да и вообще проекту родины, респект за это. Ну что ж, я приехал на это мероприятие, ну, можно назвать его так, кстати, что это мероприятие. Ладно, давайте посмотрим, что-то у меня фризит, конечно, ну ладно, думаю, ничего страшного, тут вообще кто-то есть, мне интересно. Вообще, пацаны, никого нету, блин, реально это очень классное мероприятие, но, к сожалению, здесь никого нету, видите, количество участников ноль. Раньше здесь просто забито, постоянно было, и все здесь как бы участвовали в этом мероприятии, ну, короче, здесь нужно забирать флаг, но одному здесь как бы участвовать нельзя, там минимум несколько человек должно быть. Раньше это было очень классное мероприятие, но, к сожалению, его все забросили, и не знаю из-за чего, просто, наверное, всем надоело. Было бы круто, если бы разработчики взяли и изменили данное мероприятие, может быть сделали новую карту, новые какие-то фишки, потому что тема реально очень классная и жалко, что здесь никто не играет, потому что у меня там 350 почти, а здесь нету даже ни одного человека, только кроме меня. Я просто думал, что здесь есть люди, но к сожалению здесь никого нету. Мне вот лично очень нравится это мероприятие, я здесь много времени провел, много как бы очков заработал, прокачал там машину новую пооткрывал и так далее. И мне реально обидно то, что это мероприятие как бы не популярно теперь, и хотелось бы, чтобы ему дали знаете второе дыхание, чтобы люди заново здесь участвовали там. Короче пацаны, я решил заехать в С-100 и поставить нитро на свою машину, ну потому что хочется какой-то более эффективный развод и нитро в этом не поможет. Как бы у меня еще лаунч контроль есть, и если использовать нитро и лаунч контроль, то машина будет прыгать еще быстрее. Я извиняюсь за фрезы пацаны, у меня что-то жесткие фрезы в южном, я не знаю с чем это связано. Вот в Арзамасе и в южном почему-то у меня постоянно фрезы, я не знаю из-за чего это, кто знает можете кстати написать в комментариях. Сейчас мне уже короче нитро поставят и мы поедем на Анашан, посмотрим что вообще там продается, потому что я хотел поучаствовать в дерби, но к сожалению это мероприятие уже не популярное, и поэтому смысла там одному кататься вообще нету. Поэтому сейчас ставим нитро и едем на Анашан. Короче пацаны у меня было 34 азеро коинов и я перевел их бабки, теперь у меня есть хотя бы 600 тысяч, потому что с бабками сейчас пацаны нахпряг очень сильный, потому что я купил дом. Я дом купил грубо говоря за последние деньги, поэтому с деньгами сейчас у меня напряг, но может быть какую-то машинку я найду за 600 тысяч на Анашане. Сразу FPS конечно же просел, блин, этот марстеристик я бы купил, но скорее всего дорого продают, надо будет короче мончик продать и потом что-то купить. Так давайте я припаркую свою машину вот где-то здесь, чтобы не спрашивали продаю я ее или нет, и просто побегом сейчас посмотрим быстренько, не будем там долго здесь находиться, просто быстро посмотрим что тут продается. Так краптор вижу, вижу BMW кабриолет, вижу Panamera, вижу Yamaha продают, вижу i8 продают за 3.8, вот Mustang продают как у меня за 3.5. Так продают короче зубила, вот семерку кстати продают, или уже продали я не знаю, за 2 миллиона продают короче хонду, блин, вот семерку я кстати бы взял себе чисто покататься, блять ебаная Нива. Хонду я бы себе взял чисто покататься, потому что она прикольная, вот Mercedes куда-то тоже прикольный за 3 миллиона 200 тысяч 560, Mercedes какой-то такой интересный. Так здесь у нас продается BMW M6 по-моему за 9 миллионов, вот RESCO еще пиздато, на него бы еще лаунч контроль я бы купил. Ага 700 тысяч продают его, это очень дешево, блин, я думаю он стоит хотя бы лям, но оказывается он стоит 700 тысяч, довольно таки дешево, но да ладно. Так давайте попробуем использовать лаунч контроль получается с нитро, я думаю с нитро она должна просто пулять жестко. Во, ну с нитросиком ну почти то же самое, но вроде бы чуть-чуть быстрее. Ну нитросик конечно очень дает ускорение хорошее, поэтому я считаю что нельзя потратить 50 тысяч на нитро, потому что ну машина реально стала получше ехать. И пацаны, если вы хотите кстати еще попрыгушки так сказать, полетушки на мустанге, то пишите в комментариях. Возможно в следующей серии я запишу такое видео, вторую часть так сказать запишу видео по летушек. Только я правда не знаю где можно попрыгать, но я постараюсь поискать интересные места и мы займемся как бы полетушками на мустанге с помощью лаунч контроля. Кстати пацаны у меня есть бронзовые рулетки, давайте их покрутим, потому что мне их подписчик подарил, когда мы катались на его хуракане, я как бы их не крутил. Давайте просто покрутим, возможно нам, хотя что-то может выпасть кроме экспи денег пацаны, я думаю это все очевидно. Ну блин прикольно так рулеточка конечно, кстати я могу тоже еще одну рулетку забрать по моему, только надо открыть инвентарь, чтобы ее забрать. Я забыл что типа нужно короче не заходить просто в игру, а открывать типа ящик пандоры и в этом ящике пандоры находится рулетка. Блин пацаны, реально бронзовая рулетка это очень классно, потому что вы можете ее как бы ну брать бесплатно. Короче пацаны забиваем хуй и едем покупать мне новый скин. Так все я нашел магазин одежды, еще надо будет поехать в магазин аксессуаров, потому что как бы у меня только гитара есть, а хотелось бы знаете таким четеньким пацанчиком быть. Так давайте посмотрим скины вообще, какие здесь продаются. Я так понял новых вообще нету, это типа фантомас или кто? Почему у него голова блядь белая? Так этот скин у меня был, надо что такое интересненькое взять знаете блин. Просто у меня этот скин который сейчас, он у меня уже очень давно, около года. Я его не менял их. Ладно не будем короче мой скин трогать, ну мне он просто нравится блин, замену ему я найти не могу. Сейчас пойдем в магазин аксессуаров, возможно мы что-то сможем сделать интересным вот с этим скином. Так вот у нас магазин аксессуаров, так наушники, банданы, кепки назад, кепки наперед, рюкзак. Так давайте посмотрим кепки, блядь их хуёво конечно видно, но сейчас что-то попробуем найти. Ай какая-то хуйня, ну давайте вот эту купим например. Так кепка назад, вот кепка назад например. Так какая разница они одинаковые, блядь как это наркомания а не каска блядь. Ну так чисто такой ваячка будет ебать. Кепочки такой ебать, в бандане ебать нормально чё. Ладно пусть так и будет короче, потратила 200 тысяч пизду мне кажется на эти аксессуары. Но в принципе хоть какой-то внешний вид у нас изменился. Всё пацаны это будем заканчивать. Такая столяночка получилась, а не серия. Поговорили о одном, о другом. Но самая суть пацаны видео была в том, что это топовое мероприятие, дерби. К сожалению оно теперь не популярное и там никто не хочет участвовать. И очень хотелось бы чтобы его как-то регенерировали, чтобы там сделали новые трассы, какие-то новые плюшки. И чтобы люди заново начали там играть. Всё пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вводите мой ник при регистрации. Ждите новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok